Единство и отзывчивость познаются в беде, считает Гульнара Мухаммедханова. 25 женщин с добрым и большим сердцем села Верхняя Сунь собрались на субботник в здании Дома культуры, чтобы помочь военнослужащим. Одни замешивают тесто, другие раскатывают, третьи нарезают и оставляют для просушки. Домашняя лапша будет отправлена мамадышцам, участникам специальной военной операции в качестве подарка ко Дню Защитника Отечества. Пусть наше угощение, приготовленное с душевным теплом, придаст воинам сил и духа, желают участники субботника. Все мы стараемся, чтобы наступил мир. Хочется, чтобы война закончилась как можно скорее, чтобы наши мужчины вернулись живыми и здоровыми. Пусть от нас это будет в подарок. Для приготовления лапши каждый из нас принес по 10 яиц, помогли и с мукой. Кто чем смог помочь, помогли и помогают. Среди резчиков лапши есть и Галия Гизатулина. В настоящее время ее сын участвует в специальной военной операции. У всех одно желание, чтобы наши сыновья и мужья поскорее вернулись живыми. Мы это делаем от души, признается Галия Гизатулина. Верхние сунцы, они всегда дружны и едины. Ждем лишь приглашения и бежим в клуб помогать. Мы уже здесь делали и маскировочные сетки, и марлю. Теперь вот нарезаем лапшу. Чтобы лапша получилась еще вкуснее, кладут по два яйца для каждого пласта теста. Еще один секрет приготовления национального блюда – нарезать его как можно тоньше. Отец постоянно ругал нас за мелкую лапшу. Оказывается, пожилые предпочитают крупную лапшу, а молодежь больше любит мелкую. Поэтому сегодня стараемся нарезать мелко. После просушки продукт длительного хранения женщины раскладывают в контейнеры по полкилограмма. Всего женщинами уже заготовлено 80 таких упаковок. В дальнейшем верхние сунцы планируют начать готовить щак-чак, чтобы отправить своим землякам на СВО. Хрузия Нургаримова, Илья Нургенусов, Алмаз Камалеев, Эль Шахудинов. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова